Всем привет! С вами Фантом, и это видео подведение итогов 2017 года, где я расскажу всё, что было, расскажу частично историю создания канала, ту правду, которая кроется за его созданием, и многое другое. Этот год является рождением моего канала. Да, хоть я и создал его в 2013 году, но тогда мне он был абсолютно неинтересен, и не было никакого желания его развивать. Хотя, возможно, нужно было, но о прошлом нет смысла думать, что можно было что-то изменить. Нужно думать, что же нужно изменить в настоящем и будущем. Даты рождения канала я считаю 19 марта 2017 года. Именно эту дату я буду отмечать каждый год. Это почти рядом с моим днём рождения, но всё же буду считать это датой рождения канала, после застоя размером в 4 года. В то время я выпускал видео приблизительно раз в месяц, то есть это братья дури 2, 3, а уже какая-то большая активность началась именно в июне. Изначально я даже толком не умел монтировать, не разбирался в фотошопе, ютубе и сам всему учился с нуля. Наверное, выбрал один из самых сложных и неоцененных жанров на ютубе, творческий жанр. Конечно, я задавался мыслью, что снимать, изначально не зная о ютубе ничего, абсолютно. И думаю такое, возможно прохождение. Это самое частое, что вообще можно встретить на ютубе. Прохождение. Конвейер прохождений. Сложность? Не сложно. Но зачем столько прохождений? Миллионы прохождений. Одно и то же. Нет, подумал я. Хотел делать что-то творческое. Я начал с нуля делать видосы на редакторе. Придумывать сериалы, что-то еще. Но это требовало колоссального времени. Если, допустим, на создание одного ролика прохождение уходит полтора-три часа, на топовые секреты Скайрима в кавычках, которые либо не знают чуваки, не игравшие ни разу в Скайрим, либо которые прошли до Ревервуда и забили. Либо под копирку, прямо вот вместе с превьюшкой, картинкой на заставке, скопированные зарубежных блогеров. Уходит в среднем 3-10 часов. Обзоры модов? Ну так же 3-5 часов. То на создание одной серии, допустим, Братья Дури, у меня поначалу уходили целые недели. И при этом я постоянно усложняю их и стараюсь делать для вас все круче и круче. Приходилось жертвовать почти всем временем. Буквально все лето я делал ролики, монтировал и потратил, может, максимум пару дней на отдых. За все лето. Остальное время это канал, подработки и минимум времени уходило на сон. За это лето я потерял, может, 5-6 килограмм. Забил на спорт, хотя я очень люблю спорт. Да, народ, это сложно. Это требует много сил, много жертв. Многие думают, что это очень просто, очень легко. Нет. Когда кто-то отдыхал, просто тратил 20 минут ради просмотра, я убивал свое здоровье, месяцы своей жизни ради того, чтобы вы увидели эти короткие ролики. Я хотел сделать что-то новое, что-то нестандартное. Хотел показать это людям. При этом летом на моем канале было около 100 с чем-то людей, если не ошибаюсь. У меня не было денег заказать рекламу, что весьма быстро дает развитие канала. Даже с абсолютно пустым контентом. В том числе по Скайриму вы можете увидеть примеры, когда блогеры не парились с контентом, а просто назаказывали рекламы, получив подписчиков. Но, друзья мои, это совсем не ценится потом. Для меня был и есть охренительно ценным каждый подписчик. Каждый. Абсолютно каждый. Ты не будешь ценить это так, если не отдал этому себя, не жертвовал собой. Было много испытаний, много плохих моментов. Когда я уже думал просто все бросить, но я поставил себе цель и решил, что не нужно сдаваться на полпути. Не нужно переставать делать то, что ты хотел. Подобные плохие мысли будут приходить еще не раз. Я уверен в этом. Это нормально. Но когда ты вложил столько сил, ты начинаешь ценить это. Все намного больше, чем если бы заплатил за рекламу и смотрел на растущие цифры подписчиков. Для меня количество подписчиков — это не просто цифра. Это показатель, с каким качеством и упорством я должен делать контент. Это история. И память. Всего, что произошло со мной за это время. Память о том, сколько сил я в это вложил. Сколько нервов и здоровья. Память о упорстве и усилиях над собой. С каждым новым роликом я много думал, много размышлял, что снимать, что делать. У меня не было команды, которая будет снимать это все. Делать в редакт, ремонтировать, создавать превью, записывать теги, описания и прочее. И до сих пор я делаю это все сам. Я понял, что идея не рождается просто так. Это очень упорная работа. Процентов девяносто восемь идей, связанных с обзорами модов, прохождениями. И отбрасывал. Меня просто тошнит от мысли, что я буду конвейером делать такую бесполезность. Хочи иногда проскальзывает что-то подобное. Куда без этого? Приходится разбавлять. Устоявши от чего-то одного. Наступает какая-то деградация мозга от мысли, что будешь делать одно и то же. Этот год был тяжелым. За него я еще не собрал первый миллион, но уже почти 22 тысячи подписчиков. Чему я очень рад. Позже создал группу ВКонтакте, где также были свои радости и печали. Там появилась моя первая команда, которая поддерживает меня и помогает с группой и на стримах. Большое спасибо вам всем. Год был продуктивен. Максимально продуктивен. Было много ошибок, но старался и стараюсь работать над своими ошибками. Развивать себя и свой контент и радовать вас своими шедеврами. Спасибо также всем моим подписчикам, кто желал добра и верил и верит в меня. И моим хейтерам, которые вечно чем-то недовольны. Хотят мне всего наихудшего. Надеюсь, вы когда-то займетесь чем-то полезным для этого мира, кроме разбрасывания своей неудовлетворенности собою. Спасибо еще раз всем. С наступающим вас. Желаю вам добиться всего, что вы хотите в своей жизни. Идите упорно к своей цели, к своей мечте. И не стоит останавливаться на полпути. Трудности закаляют нас и делают нас сильнее. Не нужно верить в чудеса. Только труд и ваши старания. Если что-то не получается, ищите, почему это не получается. Постоянно развивайтесь и совершенствуйтесь. С наступающим Новым Годом. 31 декабря я проведу стрим в 4 часа дня по московскому времени. Кто хочет, приходите. Расскажу много интересного, информации накопилось много. Все. До новых встреч, друзья!